Изгнанные из сада Ибо прервалось совершенное общение между ним и Богом Теперь он простой смертный Вот стоит эта красивая, скромная пара Но теперь сильное, мускулистое тело Адама содрогается и трепещет И в конце концов оно усохнет и превратится в прах И по нему будут ползать подкожные черви Прекрасные голубые глаза Евы уже не будут сверкать Потому что они опухли от плача Через некоторое время они потускнели И кожа вокруг покроется морщинами Ее прекрасные волосы со временем станут жесткими и седыми Бедная маленькая Ева смотрит в глаза своему мужу Зная, что именно она стала причиной грехопадения человеческого рода Она обняла его И они заплакали Слезы текли по их запятнанным кровью телам Адам положил свою руку на плечо жене И они осторожно развернулись Чтобы уйти от своего любимого небесного отца Из дома, в котором Адам прожил столько лет Когда они уходили от Бога Окровавленные овечьей шкурой Бились о ноги Адама Адам уходил, потому что он любил свою жену Раз она должна была уйти То и он должен был уйти Раз она должна была пойти на мучения То он пойдет вместе с ней Ведь она часть его Божье сердце разрывалось, когда он наблюдал за ними И когда он увидел эту человеческую любовь Она была настолько велика, что он сам не мог этого вынести Ибо Бог есть любовь И все это сконцентрировалось настолько сильно, что он не мог отвергнуть их Он подумал Я тоже это сделаю Я найду способ вернуть моих детей Даже если мне придется умереть самому Он решил, что сделает все возможное, чтобы вернуть их Он любил их Ведь они часть его самого Поэтому он подозвал своего сына и дочь Остановитесь Погодите минутку Они остановились и обернулись Сатана все еще стоит там, наблюдая за всем И Бог хотел, чтобы Адам и Ева услышали, что он скажет ему Низким и страшным голосом Бог сказал змею Между семенем твоим и семенем женщины будет ненависть и вражда Ты будешь поражать его в беду его А он поразит тебя в голову Это было Божье обещание Что однажды от женщины родится Сын Божий Который примет смертный приговор за все человечество И таким образом победит Сатану Но пока этот Спаситель не пришел Адам и Ева должны были покинуть Эдемский сад Чтобы бродить и кочевать они Теперь их ждут болезни, печаль, боль и смерть Затем Бог поставил Херувима охранять ворота в сад Он не мог позволить человеку вкусить от древа жизни Потому что возмездие за грех не было уплачено И туда Бог поместил огненный меч Который раскачивался взад и вперед Не подпуская человека к древу жизни Теперь давайте перенесемся на 4000 лет вперед И посмотрим, где Бог сдержал свое обещание Послушайте Вы слышите это? Далеко В городе Иерусалиме К нам с улицы Доносится глухой стук Тук Тук Из дамасских ворот По пути на Голгоф Выходит неприметный человек Второй Адам Это сам Ягова На его голове терновый венец А на плече крест Он идет И окровавленная одежда Бьется по его ногам Капает его собственная святая кровь Это сам Бог в человеческом теле Его спина пробита почти дарем И он несет грех своей жены Своей невесты Он полюбил нас Настолько сильно Что пошел с нами на смерть Ибо Он единственный Кто мог искупить нас И об этом идет речь во всей Библии Как Бог любит Свои детей И Он стал человеком Чтобы ублотить цену За наш грех Вот Он Господь Иисус Христос Идет, шатаясь Вверх по холму На Голгоф Он обещал проложить путь И Он исполнил это Сам С тех пор Вот уже две тысячи лет Святые Херувимы Пытаются заставить человечество Прийти обратно к древу вечной жизни Ведь смертный приговор оплачен Раньше Войти туда означало смерть Теперь же Не войти туда Означает смерть О, какой спаситель И какая любовь проявилась к нам Погибшим И недостойным Благодарим вас за то Что вы прослушали вместе с нами Эту серию библейских историй По книге «Бытие» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok